Добрый день, глубоко уважаемые президиумы, глубоко уважаемые коллеги. Хочу поблагодарить организаторов за приглашение и участие в этом форуме. Хочется поделиться нашим опытом относительно темы, вышеуказанной эндопротезированной тазанинства у пациентов с обширными поражениями проксимального отдела бедренной кости. Тема достаточно актуальна. Проксимальный отдел бедренной кости занимает третье место по частоте встречаемости для первичных опухолей и второе место после позвоночника для метастатического поражения. Методом выбора органсохраняющего варианта хирургического лечения на сегодняшний день является эндопротезирование. Так, общий процент осложнений, который отражен в метанализе, проведенной Хендерсоном с авторами, для данной локализации при выполнении онкопротезирования составляет 15,9%. И данная цифра является самой низкой относительно других локализаций. Однако по-прежнему остаются актуальными следующие вопросы. Это повышение сроков службы используемых имплантов, как избежать наиболее частых осложнений относительно импланта, это механические осложнения, и максимально постараться восстановить функцию тазобедренного сустава и опороспособности конечности. Соответственно, согласно классификации Хендерсона выделяются 5 типов осложнений. Немеханические – это инфекционное и прогрессирование опухолевого процесса, а к механическим стоит отнести, ну, относится мехкотканное осложнение в виде вывихов для данной локализации, то есть нестабильность и вывих эндопротеза. Асептическое расшатывание и структурное разрушение импланта. Механические осложнения, мехкотканная группа – это самые часто распространенные, часто встречающиеся осложнения. Цель нашего исследования была оптимизировать данные хирургического вмешательства, и были рассмотрены пациенты, прооперированные в нашем институте, ретроспективная группа была собрана, были введены определенные критерии включения в эту ретроспективную группу. И, соответственно, она составила 124 пациента, прооперированных с 2000 по 2013 год по поводу опухолевых поражений, опухолеподобных заболеваний, агрессивно-доброкачественных опухолей, метастатического поражения и первично-злокачественных опухолей. Соответственно, использовались с нами бедренные компоненты, как модульные, так и ревизионные, стандартные ортопедические импланты. Вертлужный компонент был представлен либо биполярными головками, либо тотальный стандартный компонент. Здесь использовались головки диаметра 28 и 32 мм. Величина резекции в среднем составила 15 см. Цементно-бесцементная фиксация бедренного компонента распределилась в соотношении 40 на 60%. В большинстве случаев это было обусловлено тем, что ревизионные бедренные компоненты чаще всего без цементной фиксации. На историческом этапе развитие этого вопроса в нашем отделении использовались в большей степени. Соответственно, относительно осложнений распределения пациентов в ретроспективной группе было следующее. Вывихи встречались с 13 пациентов, что составило 10% от общей когорты пациентов. И, соответственно, 65% в структуре всех осложнений. Септическая нестабильность встречалась дважды, инфекционное осложнение трижды. И локальный рецидив у двух пациентов... Здесь имеется в виду локальный рецидив у пациентов с первично-злокачественными опухолями, которых было 26 человек. Что составило 8% от общего числа первично-злокачественных опухолей. Соответственно, хочется остановиться на том, какие выводы мы смогли сделать из ретроспективной группы. То есть, нестабильность бедренного компонента никак не зависела от использования вида фиксации цементной либо бесцементной. И также не зависело от того, использовался онкологический либо ревизионный имплант в случаях, когда, соответственно, все требования к использованию данных видов имплантов соблюдаются. Технические и руководящие документы, которые соответствуют мануалу к данной конструкции. Соответственно, инфекционные осложнения развились в раннем и послеоперационном периоде у трех пациентов в сроке от полутора до трех месяцев. В всех случаях было проведено двухэтапное ревизионное вмешательство с установкой временного спейсера и антибиотикотерапии. Локальный рецидив, как уже говорил, свыше был у двух пациентов – диагноза хондросаркома и остеогеносаркома. Стоит отдельно отметить, что данная категория пациентов была подгруппа, которые использовали с целью рефиксации мягких тканей полимерные тубы с целью улучшения функционального результата и придачи стабильности и профилактики выеха, как нам казалось изначально. На контрольных осмотрах в отдаленных сроках у четырех пациентов, прооперированных с применением этих полимерных тубов, были выявлены снижения функции по сравнению с сроками наблюдения в полгода. Соответственно, нами была предпринята попытка выяснить, в чем причина. Проведено обследование, выполнено УЗИ в области оперативного вмешательства и выявлены серомы в диафизарной части протеза, то есть не в полости сустава, а именно в наличии жидкости в диафизарной части импланта, медленного компонента. У одного пациента это привело к тому, что выявлено резкое ухудшение функции, и пациент наставил на проведение ревизионного вмешательства, потому как не мог оказаться от дополнительной опоры в виде двух костылей. Соответственно, в ретроспективной группе нам удалось выделить первую группу, это пациента прооперированных с применением биполярного верлужного компонента, в том числе мы выделили две подгруппы, там, где использовался полимерный туб, либо не использовался. В первой подгруппе 39 пациентов было прооперировано, и, соответственно, во второй подгруппе 23 пациента. Вторая большая группа – это пациенты прооперированы с применением стандартного верлужного компонента. Здесь также нам удалось подразделить их на две большие подгруппы, это 44 пациента без применения полимерных тубов и 18 пациентов с применением данной технологии. Мы получили следующие результаты. Соответственно, вывихи встречались при использовании стандартных компонентов гораздо чаще, и общая процентная составляющая вывихов, как в группе с использованием полимерных челков, так и без, составила приблизительно 16% от общих проведенных операций. Однако там, где используется биполярный компонент, вертлужный компонент, количество вывихов не превышало 5%. При оценке функционального результата стоит отметить, что применение дополнительных средств фиксации, такие как полимерный челок, показали, как на ранних, он в ранние шестимесячные сроки показал хороший функциональный результат как по шкале МСТС, так и по шкале Харриса. Однако шкала Харриса – чисто ортопедическая шкала, которая отражает амплитуду движений. Не только качество проведенного оперативного лечения со стороны пациента использует дополнительные опоры и боль, но и также амплитуду движений. Соответственно, стоит отметить, что при оценке по шкале Харриса привычные для нас цифры несколько изменились при оценке именно имплантов, связанных с применением дополнительных средств фиксации. То есть там, где не было использовано дополнительных средств фиксации в виде полимерного туба, качественно ухудшился функциональный результат. Все это позволило нам создать критерии включения-исключения для формирования проспективной части исследования, которая проводилась с 2014 по 2018 год. Были сформированы группы. За основную модель была выбрана модель использования импланта биполярного с применением дополнительных средств фиксации, такого как полимерный тюб, так как он показал относительно хорошие и отличные результаты, функциональные и минимальное количество вывихов. Соответственно, критериями включения в проспективную группу были пациента с уровнем резекции от 7 см от центра ротации. Проведенный комплекс на анализ результатов должен был проходить сроки не менее чем 18 месяцев после операции, и это должно было быть первично-оперативным вмешательством. Критерия исключения – это смерть пациента в послеоперационном периоде в сроке до 18 месяцев, невозможность адекватно оценить функцию сустава в виде прогрессирования основного заболевания. Это для метастатического поражения и, соответственно, для первично-злокачественных опухолей. Также локальный рецидив и инфекционные осложнения, как немеханические осложнения, которые не зависят от применяемого нами импланта. Таким образом были сформированы новые группы, проспективные исследования. Группы распределились нами, набирались по 20 человек. Первая группа – это 40 больных-проперинг с применением биполярного вертлужного компонента в подгруппах применялось, соответственно, либо полимерный чулок как средство фиксации, либо титановые сетки. Вторая подгруппа – это также 40 пациентов. В ней выделялись подгруппы 2А2Б по 20 человек, где у пациентов было проведено оперативное лечение с применением вертлужного компонента двойной мобильности и применением полимерного чулка и титановых сеток в качестве средств дополнительной фиксации мышц. И таким образом мы получили следующие результаты. При применении имплантов двойной мобильности вывихов мы не наблюдали. Вы их наблюдали по одному случаю в каждой подгруппе при применении биполярных головок. Соответственно, мы наблюдали серомы при применении полимерных тубов в 10% случаев, то есть у двух пациентов, где применялся биполярный имплант, и мышцы подшивались к полимерному чулку, и в случае применения двойной мобильности также один пациент. Функциональный результат, в принципе, сопоставим, однако отмечается тенденция к тому, что двойная мобильность дает больше амплитуду движений, и, соответственно, это один из факторов того, что пациенты, когда отвечали на наши опросники, показали больше результат с точки зрения функциональной оценки. Соответственно, сделаны были выводы. Восстановление функции тазобедренного сустава путем депротезирования на сегодняшний день является методом выбора и может быть успешно применено как у пациентов с метистатическим поражением и первично злокачественными опухолями, так и у пациентов с обширными дефектами на фоне опухолеподобных заболеваний и агрессивно текущими доброкачественными процессами. Отдаленные функциональные результаты, как показало наше исследование, не зависят от выбора бедренного компонента, но применяемые на сегодняшний день импланты с двойной мобильностью и средства дополнительной фиксации, такие как титановые и полимерные фиксаторы, помогают нам решить вопрос стабильности и восстановления функционального состояния пациента. Применение вертлужных компонентов с двойной мобильностью сократило, по нашим данным, выбихи до нуля, однако, конечно, количество наблюдений ограничено и требует дальнейшего изучения данного вопроса. Титановые сетки, используемые нами в перспективной части исследования, показали себя с лучшей стороны по сравнению с полимерными тюбами в плане формирования сером и никаким образом это не повлияло на вывих. То есть, наш вывод был в том, что увеличение диаметра вертлужного компонента, либо биполярная, либо двойная мобильность, это основополагающий момент с точки зрения профилактики вывиха. Дополнительные средства фиксации могут влиять на функциональный результат. Спасибо за внимание. Спасибо большое за доклад. Пожалуйста, у кого будут вопросы. Пожалуйста. Спасибо. Критерии не включения пациентов, которые не дожили 18 месяцев. А где тут место системной терапии? Акцентировалось на дефекте костном. Соответственно, я понимаю, что данная работа имеет, скажем так, слабое место, исходя из того, что нозологии различные, но мы пытались акцентировать на именно дефекте и восстановлении функции профилактики такого осложнения, как вывих. Это то, что мы можем сделать за счет импланта и допосредств. Соответственно, системную терапию все пациенты получали в специализированных стационарах. Если я решила о метастатических поражениях, то основные группы – это рак почки и молочная железа. Соответственно, с наибольшими перспективами с точки зрения выживания пациента. По нозологиям не стал останавливаться, но в группах, где мы проговаривали именно по метастазам, пациенты заведомо с плохой перспективой, как рак легкого с метастазами в кости. Мы их не брали заведомо. То есть они оперировались нерандомизированно в плане выбора компонента для того, чтобы группы были равномерны. Наполнение групп было немножко, скажем так, нами обыграно в плане того, чтобы в каждой группе было равномерное распределение между первично-злокачественными метастатическими и опухолеподобными агрессивными заболеваниями. Соответственно, если мы знали, что прогностический пациент с метастазом в наши критерии не впадает, то мы его не брали. И еще у вас два случая при первичных злокачественных образованиях. Кондрессаркома G2 и остеосаркома. Причина рецидива? Честно сказать, это были исторические данные. То есть это период с 2000 по 2010 год я поднимал только истории болезни и амбулаторной карты. И по сути, случаи там завершенные на период до полугода, что позволяло оценить функцию. А причины рецидивов я, честно говоря, затрудняюсь ответить, потому что медицинская документация, которая у нас есть, не отражены причины рецидива.